Что, как я и обещал, вот он бой с Орловским, Андреем Андровским. Орловским, защита титула. Как вы видите, его параметры почти во всем, кроме здоровья. Пол, а кстати у него, нет, пол у него выше. Да, и защита. То есть здоровье и защита у него немножко меньше, чем у меня. Но в остальных параметрах он лучше. Естественно, у него лучший рейтинг побед-поражений. 34 победы, 16 поражений. Не такой крутой матерый парень, как Федор. Но два раза, конечно же, удача не может подряд прийти ко мне. И вряд ли я его смогу вырубить со второго удара. Ой, ну, с первого, второго, неважно. Я даже не надеюсь на это. Но, тем не менее, буду стараться драться в том же стиле, как с Федей Емельяненко. А именно, прежде всего, биться руками. Делать ставку на нокаут руками. И уделять внимание тому, чтобы он меня не завалил в портер. То есть нужно вовремя нажимать кнопку B на геймпаде. Если вы играете на PS3, то это клавиша круг. Ну, и если вдруг это произошло, произошло то, что он меня провел прием, повалил меня в партер, то мне, соответственно, необходимо быстрый-быстрый-быстрый-быстрый вскок. Потому что, если он возьмет меня на удушающий, то это 99% вероятности того, что это все уже. До свидания. Отдавай пояс чемпиона. А мне бы этого не хотелось сделать. Посмотрим представление наших бойцов. Первый раз с Орловским буду драться. Вообще первый раз. А, ну и чемпион... Нет, Орловский сначала выходит. Кстати, да, синие перчатки. У меня красные будут, как всегда. Будет очень злым. Чемпион Боря Вассерман. Папа тобой гордится, сынок. Сидит там бороду, чешет около экрана. Говорит, сынок-то молодец. Да, Орловский выше, тяжелее. Да, Беларусь. Беларусь. Такой поджарый парень. Выглядит каким-то не совсем пропорциональным. Да, животное. У него кличка. Боря Вассерман. Ну, давай, Вассерман, покажи нам уровень. Может быть, ты опять сможешь с нокаута. У него золотая просто левая рука. У этого парня второй раз уже отправляет прям в начале поединка левой рукой в нокаут. Отправил правильно сказать. Сейчас непонятно, что будет. Ух ты. Оу, нет. Оу, нет. Оу, нет. Оу, нет. Оу, нет. Нет, Вассерман, тащи, Вассерман. Нет, черт возьми. Блин, а тяжелый бой. Оу, нет. Оу, нет. Оу, нет. Оу. Оу, нет. Оу, нет. Оу, нет. Оу, нет. Оу. Оу. Оу, нет. 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 Подождем, не надо сжигать выносливость. Давай, бей! Давай! Ох, черт. Почти, а? Только сейчас стамину не сжечь. Уходим, уходим. В каком случае стамину надо контролировать? Восстанавливает панч на голову. Уассерман встает панч на голову. Он бросает панч на голову. Есть панч на голову. Арловски имеет тайн. Это может быть начало. Он получит тайн. Это может быть начало. Вот это был вообще опасный момент. У меня гарнитура слетела. Надо отдышаться. Сейчас, сейчас, продолжим. О, да! Да, давай, давай, добивай! Добивай, добивай! Давай! Давай, бей его! Есть! Есть же! Обалдеть! Вот это бой. Не самый, конечно, сложный за мою карьеру, но, блин, он был сложным. Сколько раз я был на грани, а? Защитил титул, да, чемпионом. Вот он, титул чемпиона в страйк-порте. Да вам не хухры-мухры. Посмотрим повторы. Вот этот прием, который я не смог провести, хотя очень старался. И вот этот ключевой удар. До свидания, Орловский. Ты проиграл. Привет, Этернал. Посмотрим, будет ли сейчас титры. Я все-таки чемпион, как-никак. Нет, далеко не всегда хэт-трик заканчивается все в первом раунде. У меня был бой, где все закончилось в конце второго раунда. Был реально сложный бой, но он был один такой. Может затянуться все очень сильно. Если соперники равные, никаких там внезапных нокаутов нет, все может очень надолго растянуться. Ну, я не знаю, я с Федей уже подрался. Я же чемпион, теперь все защитил титул чемпиона, парни. Посмотрим, что будет сейчас. Вот он зал, из которого я вырос чемпионом мира по Страйкфорту. Ты не понимаешь, что ты просто сделал? Сберегая титул, ты выяснил, что ты настоящий чемпион. О, опять защита титула. Каман. Опять защитить. И с этим парнем-то вообще тяжело драться. Блин, это один из худших противников после Феди Емельяненко. Я этого парня знаю, он просто капец на удушающие берет. Да, это будет сложно правильно, бас пишет. Окей, попробуем.